Как влюбиться в жизнь? Спасибо за то хорошее, что в ней сейчас есть и было. Но если повнимательнее посмотреть на мир, то это боль и страдания у многих. Так кажется со стороны. Да, есть хорошее и красивое, но этого меньше по сравнению с бедностью и болью людей. Жить сложно, потому что просто так за красивые глаза никто ничего не дает. Этот мир, видимо, не создан для удовольствий. Тут упахиваться надо, да и то не факт, что будешь жить хорошо. Господи, как вырваться из личного ада? Почти поэма. Давайте попроще. Как только вы понимаете, что сюда вы пришли для того, чтобы учиться, обучение любое подразумевает именно изменения. Изменения какого порядка вы хотите? Вы же всегда видите одну сторону медали. Люди, достигшие каких-то больших высот в вашем понимании конкретно изобилия денег и возможностей, они их получают двумя путями. Или они рождаются там, в той семье, где это уже есть. И это становится их нормой жизни. И все его или ее внимание, внимание этого человека с детства обращено на то, что так живет его семья. И эта семья делает все возможное для того, чтобы человек познал обратную сторону этой медали. И обычно семья, которая достаточно богатая, зрелая и осознает, сколько же усилий не одной семьи, а целых поколений потрачено на то, чтобы они имели все и достойно, отправляет своего чада в более бедную семью. Просто это не декларируется, это не принято. Тогда все остальные люди начнут становиться более умными, разумными и научатся так поступать. И тогда на всех не хватит. Потому что на самом деле только люди более низшего порядка развития могут более высоким, умным заработать достаточно денег. Так вот, эта семья отдает своего ребенка в худшие условия для того, чтобы он понял цену вопроса, для того, чтобы он увидел вот эту оборотную сторону медали. И когда ребенок проходит, становясь юношей и взрослым, у него естественный выбор происходит. Естественный. Он точно понимает, что жить вот в таких условиях ему некомфортно. И тогда он естественным, собственным выбором, собственным интересом начинает обучаться. Обучаться всему тому, что знает его семья. И плюсом, допом, потому что весь мир кругом, постоянно вокруг видоизменяется, преображается, улучшается, как бы мы того не хотели или не хотим этого видеть. Технологически развивается. И тогда все становится на свои места. В этом мире, я просто хочу, чтобы вы это хотя бы на эту тему подумали. Невозможно, ребенок не сможет справиться с машиной, грузовиком. Вы хотите быть грузовиком, но при том, при всем за рулем сидит ребенок. Ножки до педали не достанут. Газ — это у нас развитие. Тормоз — это у нас остановка. Так вот, это нужно все соизмерить. Собрать все в единое целое. Машина — это как форма жизни человека. И где-то нужно остановиться, а где-то нужно и газу добавить. Где-то нужно скоростями управлять. В этой жизни каждый выбирает свое. Еще раз, ваш фокус внимание. Ваши возможности, которые вы себе позволяете, и где вы что-то преодолеваете, мир всегда человеку дает подарок. Это то же самое, если женщины, все имеющие детей, которые сейчас меня слышат, будут честны, то они всегда могут определить, что когда рождается ребенок, мир всегда дает самое необходимое, чтобы и родители, и ребенок начинали жизнь этого же ребенка, развитие его в лучших условиях. Всегда дается то необходимое, что очень важно. Но мы очень быстро почему-то это забываем. Очень быстро. И нам проще, конечно, обращать внимание на страдания. Так страдает человек от того, что он не меняется, от того, что он под хлыстом ходит в чужой системе и пытается кому-то понравиться и выполняет то, что ему не нравится. Если я не прирожденный бухгалтер, я не могу сидеть с цифрами, но надо быть мне совсем не очень развитым и нормальным человеком, чтобы пойти и свою жизнь положить на то, что мне категорически не нравится. Но при необходимости я сяду и в этом разберусь. Вот это называется жить без сопротивления. А когда вы что-то сильно отрицаете, значит, это вас будет догонять. Догонять нещадно, беспощадно. Если вы чему-то не хотите обучиться, в чем-то не хотите разобраться, в той причине проявления и следствия которых вы наблюдаете, значит, вы всегда будете следствием чего-то. И тогда это будет несчастье. Мы очень поверхностны, к сожалению. И настолько разучились в чем-то разбираться, у нас отсутствует критическое мышление. Мы нас, вернее, приучили и мы не стали более вменяемы, я бы сказала, чтобы в чем-то действительно скрупулезно, спокойно разобраться. Не эмоционировать, не доверять свое будущее, не пойми какие руки, не верить словам, которые слащаво поются всех возможных и невозможных источников, а точно понимать, вот если я это сделаю, какие последствия я обрету. Потому что, знаете, счастье у каждого свое, а страдания у всех разные. Даже могу объяснить, люди, собравшиеся в одной компании, принявшие какой бы то ни было регламент, который насаждается в этой компании, согласившись, заведомо отдали всю свою жизнь, свое будущее, лет на пять, а то и поболее, в распоряжение тем, куда вы пришли работать. И с этого момента вы начинаете тормозить, сопротивляться, и тогда эта компания, компания вас порабощает. Потому что она убеждает, что у них лучшие условия, вы не можете с этим открыто не согласиться, но и не можете открыто этому противодействовать. И тогда вы просто являетесь заложниками. И тогда это страдание. Никто никому в этом мире ничего не запрещает. Но пружину, которую мы сами внутри себя закручиваем, она сжимается, и как только происходит хруст, все разлетается, и человек становится невменяемым. Собственно говоря, к этому все и стремятся. Это называется управление. Сначала надо довести до состояния аффекта, а когда у человека нет сил, с ним можно делать все, что угодно. Так вот, первый признак, когда вами достаточно жестко управляют и ставят вам необоснованные ограничения, вы должны задуматься. Тот, кто вам навязывает свои какие-то не очень для вас понятные, то, что вы не разделяете, то, что вам неприемлемо и включает ваше внутреннее сопротивление образа жизни, вы имеете право от этого отказаться. Но вы должны понимать, что как альтернатива, как другой вариант, как страховка, вы должны что-то уметь самостоятельно. И здесь должна быть дисциплина и усердие по обучению, по собственному приобретению тех знаний, которые дадут вам навык, опыт, единственный критерий. И если вы делаете что-то и не приносит вам этого, то, что вы делаете, какого-то достойного результата материального, если у вас есть профессия, которая вас не обогащает, а разрушает, она не даст вам тех денег, которые дадут вам те удовольствия, которые вы хотите обрести. Всё в этом мире взаимосвязано. И можно долго разговаривать о том, что будет через 30, 40, 150 лет, и 160, и 200, и 2025, и дальше. Но какое это имеет к вам сейчас отношение? Это приятная, достойная, хорошая информация, но она непрактична в каждом из ваших случаев. Так сначала научитесь быть практичными по отношению к своей жизни, а потом слушайте демагогию на тему, как наши поколения будут жить. Вы сделаете так, какой-то процесс организуете, который самовоспроизводится достаточно долго, самоподдерживающий, который даст вам возможность ещё что-то познать и увидеть. Но если вы всё время зависите от тех, которые вами управляют и вам приказывают, которые заставляют вас выполнять и верить в какой-то чушь и обман, и вы ни разу не усомнились в достоверности того, что вам говорят, и не отследили действия, которые соответствуют или не соответствуют тем словам, которые одевают вам на голову, вы будете страдать. Однозначно. И весь мир покажется адом. Как мы в школе учились, вспоминайте. Для того, чтобы нам поставили оценку, мы должны внятно что-то рассказать. Рассказать можно, выучив, не понимая, что рассказываю, а просто переповторить слова. Это называется копирование. И учительница снисходительно за усердие такого порядка поставит четвёртый. Вы, дети, или выходили и рассказывали то, что вы поняли, именно своими словами осознали, могли с разных сторон показать, как решается та или иная теорема, или рассказать какой-то исторический главу истории, или какую-то суть какой-то книги, которую раньше мы читали, а сейчас, собственно говоря, никто не обременяет этим. Тогда и не будет образования, тогда и не будет различия, тогда не будет понимания. И тогда будет агрессия, ревность, зависть, и вся эта дрянь, которая прилипает, не хуже грязи. И мы её за собой, вот в этой тачке какой-то, в этой телеге, которую нам привязали, навязали, туда все сбрасывают, мы её и тянем. Так и называется ломовая лошадь. Или женщина, которая на скаку там что-то остановит. Она, конечно, может остановить. Только зачем ей это нужно? Может, иногда нужно что-то пропустить и не участвовать? Вот уравновешенность внутренняя, понимание, что на вас идёт, как вы с этим будете справляться, вообще надо или не надо, насколько для вас это приемливо, насколько вы интуитивно, чувственно, или хотя бы на уровне ощущений понимаете свой, именно свой комфорт, комфорт собственной души. Тогда и знание, и человек появится, который вам объяснит и сопроводит. Но начинать нужно самому всегда. Если вы ничего не начнёте, тогда никто не поймёт и не услышит, и не распознает в ваших именно желаниях истинных, свободных, собственных. Тогда вам придётся исполнять чужие. Тогда все ваши действия будут подчинены тому, кто вас пользует и кто вами управляет. И тогда это будут страдания, переживания, ад и всё прочее. И рано или поздно это перерастёт в какое-то преступление, малое или большое, неважно. Но вы будете это делать для кого-то. И тогда вам придётся нести весь груз того, что вы сделали под чужим приказом или под чужой какой-то указкой за другого человека. Вот так и нарабатывается тот пресловутый опыт негативный, с которым человек не может расстаться. Вот это и есть принадлежность к степени минус, ко всем отрицательным силам, которые действуют на этой земле. И к степени тому творцу или творению, или сопричастия к себе похожим или к тем людям, у которых всё хорошо, на ваш взгляд. Они заплатили цену определённую. И теперь их жизнь изменилась. Цена только одна — собственное изменение. Других жертв здесь никто не требует. Но мы настолько себя жалеем, настолько к себе трепетно относимся, мы настолько себя убаюкиваем тем, что мы настрадались, напереживались. Мы такие несчастные, такие убогие, такие маленькие. От нас ничего никогда не может зависеть, и о нас нужно заботиться. Тогда приходят люди, которые начинают о вас заботиться. Но маленький, знаете, незаметный нюанс такой. Они заботятся так, как они считают нужным, а не так, как хотите вы. Почему любое ожидание подразумевает сразу исполнение чужого желания, а ваше участие из расчёта действия. Вы делаете альтруистически, бесплатно для другого человека, украшая, усовершенствуя, облагораживая и обогащая его жизнь, но не свою. И это страдание. Вот как только вы от этого начнёте избавляться, как только вы на эту тему начнёте задумываться, то страдания будет чуть меньше. И чем дольше вы будете меняться, чем больше вы будете обучаться, чем больше вы будете исправляться и изменяться, и наращивать вот это уравновешенное состояние отдачи и получения, неважно чего, тем в большей степени ваша жизнь будет отаривать. Попробуйте. Продолжаем.